Настоящий боевик на КПП Вилок. Водитель на Лексусе с украинскими номерами протаранил шлагбаум на границе с Венгрией. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Все произошло накануне вечером в пункте пропуска Вилок на украинско-венгерской границе. Туда заехал Лексус с киевской регистрацией. За рулем был житель Закарпатья, хотя генеральная доверенность на машину оформлена на пассажира элитной иномарки жителя Киева. Водитель подал документы на оформление, однако система, которой пользуются пограничники, показала. Лексус с такими же номерными знаками выехал из Украины в начале июня и границу в обратном направлении не пересекал. Стражи порядка заподозрили, что поймали машину двойника. Закордунникам было заявлено, что в данном автомобиле, возможно, подроблены номера агрегатов, кузова транспортного засоба. А вот так было принято решение о проведении поглибленного догляда данного авто. Авто решили направить в бокс для досмотра, но вместо этого киевлянин сев за руль, развернул машину и нажал на газ, пытаясь уйти от пограничников на сумасшедшей скорости. Снес два шлагбаума, один из которых металлический и весит около 100 килограммов. Лексус стали преследовать. На помощь пограничникам приехали полицейские, но задержать водителя не удалось. Он бросил машину в городе Берегово, буквально в кустах, прикрыв ветками. Беглеца объявили в розыск, против него открыто уголовное производство за оказание сопротивления госслужащим. В итоге давать пояснение правоохранителям пришлось его товарищу. Тот не скрывался. Наш закарпатец утверждает, что он не знает, в чем причина, почему его товарищ так отреагировал и намагался втекти из КПП. Рассказывает, что он просто перегонял машину, а машина за документами належит его знакомому. Правоохранители пока не выдвигают версии, почему машину пытались вывезти за границу. Лексус уже на штрафплощадке. Стоимость иномарки около 3 миллионов гривен. Интернет-пользователи допускают, что авто пытались вывезти за границу в рамках схемы по легализации украденных машин. Марина Ковальдюри, Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область.